Ряды вооруженных сил России пополнились добровольцами, чтобы отстаивать интересы своей родины. Очередная группа людей подписала контракт. По факту гибели жителя Ставрополя в Циберде Следственным комитетом организована проверка по установлению обстоятельств произошедшего. Большое количество публикаций об истории Северного Кавказа собрал в архивах библиотек и музеев России и европейских стран Корольби Мальбахов. Профилактическую беседу с воспитанниками секции вольной борьбы на базе спортивного комплекса «Спартак» провели сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» вести Карачаева-Черкесия. С сегодняшнего дня сумма единовременных выплат всем заключившим в Карачаево-Черкесии с Министерством обороны контракт на службу в вооруженных силах России составит полтора миллиона рублей. Об этом сообщил глава Республики Рашид Тимрезов. Из них 195 тысяч рублей единовременная выплата от Министерства обороны и 1 миллион 305 тысяч единовременная выплата от Карачаева-Черкесии. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии организовано проведение проверки по факту гибели жителя Ставрополя в Циберде. Согласно предварительным данным, 6 июня житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав по реке Циберда. В ходе этого мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению. Следователи и криминалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственным отделом по городу Карачаевску Следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике организовано проведение процессуальной проверки по факту гибели жителя Ставрополя. Согласно предварительным данным, 6 июня текущего года мужчина в компании своих друзей осуществлял сплав на совбордах по реке Циберда. В ходе этого он потерял равновесие и упал в воду. Тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению. Следователями Следственного управления совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Очередная группа людей подписала контракт о прохождении военной службы. Им гарантированная высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения. Альбина Ламкова продолжит. Младший брат Аскерби Мамбетова служит по контракту на СВО с первых дней, чтобы быть ближе к нему, он записался в добровольческие формирования. Вернувшись домой, решил подписать контракт. Я против всего этого, то, что он пытается нам навязать. Я отстаиваю тоже свои интересы, интересы своих семей, своей родины. Собираюсь оставаться до конца СВО. Брат там находится, он уже георгиевский крест, там несколько медалей. У меня есть одна медаль за отвагу. Многие все чаще выбирают службу в армии по контракту. Ведь помимо различных льгот, профессия военного является почетной. Об этом рассказал офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Вадим Скоморохов. Сегодня в воинскую часть мы отправляем 6 человек. Двое назначены в военную полицию, которая дислоцируется в городе Буденновск. Двое в резервный батальон, который дислоцируется в Владикавказе. И двое в город Севастополь, республика Крым. По прибытии в воинскую часть военнослужащие будут проходить первичную медицинскую подготовку, стрелкового боя и минирование-разминирование. Спустя неделю, максимум месяц при прохождении подготовительных курсов общевойсковой подготовки они направляются уже в зону проведения специальной военной операции. Там у них зарплата составляет от 210 тысяч в месяц и более. В зависимости от эффективности исполняемых задач и нагруженности подразделения. Все, кто подписывает контракт, выражают готовность присоединиться в это непростое время в действующие ряды Вооружённых сил России. Многие мотивированы службой своих товарищей. Но главное у всех патриотический настрой. Тем более люди видят, как поддерживает государство и республика участников СВО и их семьи. На сайте правительства есть информация полностью расписанная, какие финансовые льготы, какие социальные, федеральные, региональные. Все льготы указаны. При подписании контракта сроком на один год человек получает выплату 195 тысяч рублей, согласно указу президента Российской Федерации, и 400 тысяч рублей, согласно указу главы Карачаева Черкесской Республики. Эти деньги ему приходят в течение первой недели, когда он прибывает в воинскую часть. И также ему положено подъёмное пособие, которое там составляет в среднем 25 тысяч рублей. И если всё в целом суммировать, 620 тысяч в первый месяц он получает. Все желающие подписать контракт на военную службу проходят тщательный отбор. На первом этапе с ними беседуют психологи. Затем они проходят медицинское обследование. Если всё хорошо, то с ними заключают контракт. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Военнослужащие из Карачаева, Черкесия достойно несут службу, обеспечивая безопасность страны. Уроженец аула Инжи-Чекуна Базинского района Тахир Агирбов выполняет боевые задачи СВО в составе специального отряда «Ахмат». С ним встретился Алик Баташев. Для меня больше важно то, как мы выполняем свою работу. А награды это дали-дали хорошо, скажем так. Но когда дают, естественно, это гордость переполняется. Медаль за отвагу, орден «Ахмат» спецназ и другие награды, полученные за мужество и заслуги в боевых действиях в коде СВО. Тахир служит в разведке в составе спецотряда «Ахмат» с начала спецоперации. Попал я туда добровольно. Я не смог смотреть на все, что происходит на Украине спокойно. Пришел добровольно, получил. Отобрали в Гудермесе. У нас тогда был жесткий отбор. Это было 28 апреля 2022 года. 4 мая вывезли. Ребята все как одна семья. Несмотря ни на религию, ни на возраст, ни на то, какой ты национальности. Это вообще абсолютно одна большая семья. Находясь в отпуске, Тахир старается больше времени уделять своим детям, Кариму и Диане, которые всегда ждут папу домой и гордятся им. Кстати, дед-героя, рядовой Чикер Агачев, в годы Великой Отечественной войны воевал с фашистами. Спустя годы история повторяется. Я очень сильно горжусь своим отцом, его поступком, естественно, пойти добровольцем. И, как сын скажу, что я сильно переживаю за него все равно, когда он находится там. Иногда хочется поскорее, чтобы у него наладилась связь, чтобы ему можно было позвонить. Но он это делает быстрее. В самые трудные минуты ты вспоминаешь свою семью, в первую очередь. И вспоминаешь то, зачем ты вообще там находишься. Это и дает тебе сил, дает тебе возможность двигаться вперед. Родина – это то, первое, из-за чего мы туда пошли. И, естественно, за наше будущее, чтобы наши дети не переживали, не думали о том, смотреть на небо с улыбкой или чего-то бояться. Тахир верит в победу России и собирается сделать все возможное для ее наступления. Али Баташев Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Книжные полки магазинов и библиотек Карачаева-Черкесии недавно пополнились рядом печатных новинок, которые вобрали в себя публикации большого количества иностранных источников, посвященных истории Северного Кавказа и в особенности черкесов. Разыскивает и собирает тексты в архивах библиотек и музеев России, европейских стран и Соединенных Штатов кандидата исторических наук корольби Мальбахов. Он презентовал свои труды читательской аудитории Карачаева-Черкесии, послушал автора и Фатима Даурова. Бороться и искать, найти и обнародовать. Немного переиначивая, знаменитые слова героя романа Вениамина Каверина «Два капитана» Сани Григорьева, можно описать работу, которую ведет ученый-исследователь, историк корольби Мальбахов. Весь его творческий потенциал сейчас направлен на поиски и перевод иностранных документальных источников, хранящихся в библиотечных и музейных фондах Европы и Америки, освещающих историю Кавказа и, в частности, адыговую их культуру. Спокойно, каждый день можно 10, 5, 20 при желании нового материала найти в библиотеках западных. Если ты знаешь языки, пожалуйста. Знание английского и французского языков помогает Мальбахову переводить найденные документы и собирать их в тематические сборники. Среди последних находок и книга писателя в эмиграции Сергея Курнакова «Дикие эскадроны», которая вышла в свет в 1935 году в США. Но до читателя исторический источник дошел только сейчас благодаря поисковой работе корольби Мальбахова. Автор написал о том, как служил в черкесском полку дикой дивизии и как горная кавалерия участвовала в военных действиях. Вместе с ним в сборник вошло произведение «Дневник одного писателя» Ивана де Шайека, сына подданного австро-венгерской короны, служившего наставником детей князя Владимира Романова. Это повествование о спасении в Кабарде братьев императора, княжеских сыновей Бориса и Андрея в начале прошлого века семьей Мурзабека Конова, который спрятал и приютил их у себя. Переводы обоих произведений на русский язык были сделаны впервые. Как говорит историк, именно случайность – причина начала его исследовательских работ. Случайно, будучи в столичной библиотеке, встретил, допустим, того же Джеймса Белла, двухтомник. Узнал, что это не имеет перевода. Взялся, перевёл. В общем, всё случайно. Потом это понравилось, и всё. Весь цикл издания объединён в серию «Мир черкесов», которая вмещает в себя богатый материал, ранее неизвестный отечественному читателю, охватывающий большой пласт истории черкесов на мировой арене. Я собрал такой архив, что вряд ли до конца жизни сумею перейти цифру 1% того, что требовалось бы перевести на русский язык, сделать доступным читателям. Такой огромный материал. Пришедшие на презентацию книг ещё долго не отпускали автора, задавая интересующие вопросы. Многие факты из истории черкесов впервые были услышаны ими, и они пользовались случаем впитать в себя как можно больше информации из уст корольбия Мальбахова. И каждый из них ушёл вместе с книгой с автографом исследователя. Патима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске на базе спортивного комплекса «Спартак» сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии провели профилактические беседы с воспитанниками секции вольной борьбы. В своём выступлении Амина Хакунова в доступной форме рассказала школьникам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и подчеркнула, что подростки достаточно, быстро приобретают сильную зависимость и избавиться самостоятельно от неё невозможно. Кроме того, представители полиции рассказали об ответственности за охранение, употребление и распространение наркотических веществ. Также к присутствующим обратились полицейские Эльдар Махов и Зарима Колесникова. Они провели профилактическую беседу, направленную на предотвращение совершения подростками противоправных деяний. Рассказали о наиболее распространённых схемах обмана и злоупотребления доверием, которые часто используют преступники в сети интернет. Подробно разъяснили понятия административной и уголовной ответственности и с какого возраста они наступают. Юные спортсмены с интересом слушали спикеров, участвовали в обсуждении, а в завершении поблагодарили за полезную беседу. А далее предлагаем вашему вниманию рубрику Белой Джозаевой «Сила права». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова